Чудо-новичок Golden State Warriors, Династия, его отец играл многие годы в НБА, Стивен, ну в общем говорили, что первый сезон у него будет такой средненький, ничего подобного, блестящий сезон проводит этот разыгрывающий и снайпер одновременно. Кстати говоря, для тех, кто не знает, я напомню, самая интернациональная команда, это, надо же, Травой, ну и Непрахида Туркоглу я уже сказал, но его, наверное, мы сегодня не увидим в Магете. У него большое оборяние увеличило количество подборов в каждом из поведенных на площадке матчей. Замечательный ответ. Хороший мячик забил Антони Морроу. Пробежка. Три мать по три подняка, потому что понятно, что если кто-то попадает, то в первом туре играет с Кливлин. Кливлин, кстати, сегодня в гостях в Бостону, проигрывает с 16, середина первой четверти. Кальберона обокрали, и быстрый прорыв в одну передачу. Карри отдал этот пункт, как соперник получит ленч. Хорошо, зрячий в защите Карри, и посмотрите, какая передача. В Торонто, я уже говорил, Карри проводит на площадке почти 36 минут, а в Кальдерон 27. 9 минут разница. Это не из сегодняшнего матча. Обратите внимание, практически всем арсеналом... Смотри на экран. Комментатор должен комментировать то, что видит на экран. Маги нет. С ленточкой. Причем интересно, что Монте Элис, самый результативный игрок Golden State, он заявки есть. Хорошо постыковали. Торонто Джаред Джек, как разыгрывающий, больше времени проводит на площадке, чем Хосе Кальдерон. И он, соперник, у Хосе Кальдерон, не было подножки. Просто зацепился за ногу. Продолжается, наоборот, то, что он учился в очень маленьком университете, который называется Дэвидсон. Кори Магити с хорошим отклонением. Шаред Джек появился все-таки под конец четверти. Вот у него первый номер на спине. Хидер на вес, на Криса Боша нет. Карри вывернулся из-под Барняни. Мессин предсказуем своих замен. Толивер поставил Карри заслон. Получил ответную передачу. Вертикальная двоечка. Джаред Джек. А у Магити все по-прежнему идет. Кто бы его, вроде бы худощавый, но такой же листый. Карри. Амир Джонсон не успевает. Главное, что движение мяча игрок получает, находясь лицом к кольцу и даже отличился. Он попал. Ребята, дайте полетать, говорит Хантер. Сколько у него промахов там в трехсекундной зоне. Воспользовавшись тем, что ее... Ну вот в этот момент Карри не дрогнул. Магити атаковать не станет. До Карри мяча довели. Два подряд. То, что в этой четверти забил Карри, Кальдерон промазал. Через руку теперь бросает Карри. И, как я уже говорил, Карри 22. Морроу 25. В сентябре исполнится. Для новичка сезона. Но после Уилта Чемберлина очень тяжело устанавливает рекорды результативности. Такое быстрое исполнение. 88-79. Это плюс 9. Джек. Обокрал его. Сиджи Уотсон. У него еще и хочу принижать его достоинства как тренера. Я просто думаю, что вот название команды Торонто Рэпторс появилось в 94-м году. Его выбрали, кстати говоря, болельщик. Ну, а почему гугл-то? Ну, не отдал гугл. Ладно. Пошла позиционная атака. Карри из-под заслона, который поставил Туриев. Отдыхает Крис Бош. Карри оторвался от Барьяни. И поднял Рудзел. Толивер расторопнее других. Не то, чтобы он отсек своего. Просто оказался в удачном положении. Обратите внимание. Карри пошел вправо. Магетти получил передачу. И улетел. Улетел мощно. Ответная передача на Карри от Магетти. Еще и везет. Не сказать, что выдающийся. Но очень хороший мяч. Матч провел. А это архивное. Архивное. Это отец и сын Карри. Только сколько же Стивену лет. Он был с Барьяни. Не давая тому выйти на постраховку. Поэтому. То бишь на самом деле. Три арбитра сразу. Неинтересно. Придумывал лучше тренеры. Всякие ходы и варианты. Звезды сошлись. И в прошлой своей попытке из 2-0. А сейчас вы видите из 2-2. Боистов. С одной стороны конечно.